Здесь не только рыба, наверное, погибла. Трава, видите, вся какая. Речку, наверное, осушить надо и заново залить. Старицо Дубовый Ерик. Речушка длиной всего в 5 километров в Куйбышевском районе всегда была кристально чистой, говорят местные жители. Халим Давлекамов, он уже полвека живет в этих местах, вспоминает. Еще в прошлом году сюда лебеди прилетали. Теперь, когда на речке толстая нефтяная пленка, об этом даже мечтать не стоит. Здесь айс вот здесь стоял, каждый год прилетал. Уток было, море. Сейчас ни одной утки, ничего нет. И рыба, мне кажется, уже. Ночью невозможно, испарение идет. Это вот как на заводе мы находимся. Резкий запах мазута жители впервые почувствовали в начале августа. Так даже на речке появились нефтяные пятна. Говорят, сильнее всего пахло по ночам. Спустя неделю от местной фауны ничего не осталось. По факту загрязнения речки уже завели дело об административном правонарушении. Виновников пока не нашли. Очищать водоем от губительной нефтяной пленки начнут в ближайшие дни. Сейчас мероприятия первоочередные – это по очистке именно поверхности водоема. То есть именно той пленки, которая там имеется сейчас. В том числе в рамках бюджетного финансирования, в рамках 100 тысяч рублей планируется осуществить работа по очистке непосредственно береговой полосы от крупногабаритных отходов. По версии следствия, нефть смогла попасть в речку в результате утечки из трубопровода или из ливневой канализации, куда нарушители, возможно, сливали отходы. Виновников ждет штраф. Им также придется заплатить и за нанесенный ущерб. Павел Баймаков, Алина Чемерес, Сергей Баскин, Артем Сулайманов. Субтитры создавал DimaTorzok